что такое турецкий дуплекс и чем же турецкие квартиры отличаются от наших смотрите в этом видео кот кот иди сюда любая так рада то что ты мне согласилась показать эту квартиру где мы находимся я так понимаю что это дуплекс все верно на самом деле сложно это укрыть потому что сзади меня лестница я очень хотела показать тебе эту квартиру потому что это действительно классный объект пойдем и тебе покажу давайте скажи пожалуйста а дуплекс он не такой как в обычном понимании дуплекс это два этажа правильно все верно дуплекс эта квартира двухуровневая в обычном понимании дуплекс это когда вход находится на первом этаже и непосредственно жилая то есть спальная зона на втором этаже но при этом есть еще тэрс дуплекс и так называемые обратные дуплексы да то есть это когда ты непосредственно входная зона, которая расположена за нами, она находится на втором этаже, а спальная зона находится на нижнем этаже. Ну и, собственно, сейчас мы находимся в обычном дуплексе, где вход в гостевую зону находится на первом этаже. Гостевая зона встречает нас с американской кухней. Это кухня, которая совмещена с гостиной зоной, где мы, собственно, сейчас с тобой находимся. И такие приятные диваны тут? Да, диваны классные. Отдельно хочется заметить цветовую палитру, потому что в большинстве своем турки любят показывать очень яркие цвета в своем интерьере. Но здесь действительно классный диван, мягкие подушечки и, в принципе, очень комфортная атмосфера, которая располагает к общению с чашечкой чая. Кажется, будто все хорошо сохранилось. Сколько дома лет, сколько времени ремонта. Дому полтора-два года. Это застройщик Тополулу. Это первый его проект. Тополулу один. В городе их уже несколько, поэтому их разделяют номерами. И, на мой взгляд, это на самом деле один из лучших застройщиков. Люди любят еще застройщика Гювен, но я бы не сказала, что он настолько классный, как Тополулу. Потому что Тополулу, у него есть свои отличительные характеристики, о чем я тебе тоже расскажу. Давай тогда пройдем, наверное, на кухню. Да, я тебе хотела там кое-что показать. Пойдем. Очень классно, что, прежде всего, кухня и гостиная зона, они никак не разделены между собой. В турецком понимании, гостиная зона, это вот там, где собралась вся семья, пьет чай. Очень классно, когда, например, дети пришли со школы, сидят на диване, мама готовит, все общаются. Такой вот, не знаю, как у тебя, меня, например, эта квартира как-то намекает на какое-то семейное гнездышко, на какое-то теплое, уютное место. Абсолютно с тобой согласна. И вот место даже есть для главы семьи, так сказать. Конечно. Кресло, любимое кресло папы. Он может и за женой следить, и за детьми сразу. Все продумано, все точно. Тут есть вся бытовая техника. Конечно. Квартира, кстати, кстати, забыла сказать, квартира продается полностью мебелированно. То есть все, что мы сейчас видим, за исключением личных вещей хозяев, ну, это наподобие зубные щетки, предметы личной гигиены, одежда, обувь и так далее, все останется в квартире. Угу, здорово. Но у меня есть один очень интересный вопрос. Я вижу, тут стоит газовая плита, хотя в самом районе газа нет. Да, действительно, Газипаша город не газифицированный, но, тем не менее, турки все равно используют газ. Здесь стоит газовый баллон, который соединен трубкой, и, соответственно, когда газовый баллон заканчивается, ты просто пишешь в WhatsApp, тебе приносят новый баллон, и все, у тебя снова есть газ. Газ привозят довольно быстро, порядка 20-40 минут. Ну, если ты, конечно, в 2 часа ночи не заказываешь, потому что в таком случае придется ждать начала рабочего дня. Если говорить про газ, сколько стоит газовый баллон, как часто его приходится менять, если, предположим, в семье 4 человека? 4 человека, и все непосредственно кушают дома, да? Ну, то есть, вот есть мама, которая готовит завтрак, обед, ужин, компот и пряники. Именно так. Блин, хочу такую маму. Хочется. Слушай, на самом деле, цена газа сейчас 340 лир за баллон. Если мы говорим о 4-х человеках, которые, в принципе, кушают постоянно дома, то есть, это не только непосредственно приготовление пищи, но это также ее нагрев, в месяц 2-2,5. У меня на даче было точно так же. Ну, это все очень индивидуально. Например, у меня тоже стоит баллон, который я меняла в июле. Но ты в доме не бываешь? Да, практически не бываю, и готовлю я очень, ну, не то, что прямо очень редко, ну, там, ну, раз-два в неделю. Новый год. Новый год меня подкосил. Очень много готовила. Но баллон все равно еще стоит, держится. Молодец. Здорово. А что касается вентиляции, я знаю, что вентиляция, она прямая и выходит сразу на крышу. Обычно это делается именно таким образом. По-разному. Это по-разному, потому что есть застройки, где вентиляция непосредственно выходит сразу на улицу, то есть, там, прямая труба. Есть вентиляция, где она Г-образная, то есть, под наклоном, и, соответственно, выходит на улицу с другой стороны. Угу. Да. Но самое главное, что здесь есть вытяжка. Да, и она уходит не в шкаф. Да, тут однозначно сложно не заметить, да и, в принципе, понятно по конструкции. Здесь идет труба, также есть шкаф, например, как поставить какие-нибудь коробки от важной техники. Ну, то есть, в принципе, шкафчик не самый используемый. Непрактичное место, но место хранения дополнительно есть. О местах хранения в этой квартире я тебе потом расскажу, потому что здесь много всего интересного. И, конечно же, балкон. Да. Балкон, на самом деле, в Турции, это отдельное место, это вот, ну, практически считается как комната, потому что балкон используется в Турции не так, как у нас. Это даже не просто отдельное место, а это обязательный атрибут. Конечно, конечно. Любой квартиры, иногда даже в большом количестве. Тут, насколько я знаю, их два. Да, все верно. Еще на втором этаже. Да, здесь два балкона. Касаемо особенности балкона, я тебе хочу показать очень интересную штучку. Давай. Потому что, например, в балконах стран СНГ такого нет. Но в Турции это абсолютно нормальная вещь и есть это на каждом балконе. Ведро. Нет, на самом деле, здесь квартира жилая, поэтому мы сейчас немножечко все отодвинемся, верно. Кажется, как раз-таки пользовались этим краником недавно. Да, я тебе сейчас покажу и расскажу, что это и зачем это. Смотри, на каждом турецком балконе есть краники. При этом не просто есть краники, то есть мы продумали, но как бы не до конца. Нет, есть также слив. Делается это для того, чтобы сюда можно было подсоединить резиновый шланг и полностью оросить балкон от пыли. То есть... И потом просто силиконовой щеткой все согнать в сток, и у тебя чистый балкон за сколько? Ну, за 10 минут. Серьезно, это просто для мытья балкона? Да. Ничего себе. Ну, как в ванной, на самом деле, в жаркий день, наверное, можно и... Бассейн, слушай, на балконе еще не видела. Также на турецких балконах очень часто предусмотрены практически во всех вариантах розетки. То есть, если ты, например, работаешь онлайн, ты хочешь вот сидеть, смотреть на горы, на море. Это абсолютно нормальная история. Дистанционка. Да? Так, ну и я вижу свет. Да, сложно не заметить. Действительно, здесь есть освещение. Включить его я могу, но... Оно вроде изнутри. Да, просто смысла это сейчас не даст, поскольку его не будет видно. На как-нибудь вечерней съемке я тебя обязательно приглашу еще на объект. Я тебе это продемонстрирую. Хорошо. И у меня тогда вопрос еще по поводу остекления балконов. Я видела то, что в Мухмутлари очень часто это делают, превращают в лоджии. Да, есть такая история. Вот, ну, турок, мне кажется, этого бы не понял. Слушай, не всегда. Некоторые турки действительно остекляют свой балкон. Это не такая постоянная история. В городах чаще остекляют. То есть, например, Газипаша, это пригород, маленький городок, где у тебя реально простор, чистый, свежий воздух, горы, море. Ну, то есть, нет такого, что вот у тебя стоит балкон, и он просто за сутки покрывается пылью. Ну, и в принципе, зачем его остеклять, если в России, например, или в Казахстане его остекляют для того, чтобы сделать местом для хранения, а тут места для хранения есть. Да. Пойдем, покажем? Пойдем, покажу. Так, это дверь. Да, обрати внимание, что у нас с той стороны идет лестница. Очень круто то, что пространство под лестницей использовано грамотно. Домик Гарри Поттера. Домик Гарри Поттера. Пойдем, постучим или ворвемся? Давай ворвемся сразу. То есть, я надеюсь, тут такого не делали. Здесь также есть свет. Ну, то есть, это нормальная большая кладовка. Тут можно хранить продукты. Да. Всякие предметы. Тарелки, контейнеры, баночки, все, что вздумается. Отдельно, обрати внимание, здесь есть полочки. Ну, то есть, в принципе, под большую семью все есть. Квартира со своей кладовкой, ну, супер же. Как думаешь, это покупное или они катают? Судя по накличке, это покупное. Я тебе расстрою. Я надеялась, что тут также традиции какие-нибудь есть. Есть, но это не про огурчики, помидорчики. Вы что посмотрели кладовку, я предлагаю посмотреть весь первый этаж, и я тебе расскажу, почему здесь именно такая планировка. Пойдем. В большинстве своем первый этаж предназначен для гостей. Ну, то есть, ситуация, ты здесь живешь, к тебе пришли гости, вы сели попили чай, ты из своих закромов достала печеньки. И ты не пускаешь их в основную часть своей жизни. Ну, если ты, конечно, это не твои лучшие друзья, то я не знаю. В гости я к тебе теперь не приду. У меня есть отдельная-отдельная гостиная. Вообще отдельная, прямо вход по пропускам. Вот тут хорошо. Очень платный. Тут 2 плюс 1, правильно? Да, верно. Здесь есть две спальни. И один, это подразумевается кухня-гостиная. Да, это салон. Здесь также есть гостевой туалет. То есть, соответственно, если к тебе пришли друзья, и человеку понадобился туалет, он может вполне комфортно его посетить, не бегая на второй, первый этаж. Но при этом, если тебе нужен туалет, ты спишь, или тебе нужен душ, ты можешь на втором этаже, не бегая на первый, также его посетить. Все классно, все продумано. Опять же, касаемо туалета. У всех я заметила всегда подвесной санфоянс, чтобы легко было все мыть, везде подлезть, и тут должен быть слив. Или в гостевом нету? Подождите. Нет. Застройщики турецкие всегда сдают все в кафельной плитке. Касаемо потолка, здесь такая система, выглядит классно, как по мне. В большинстве своем, просто турецкие застройщики используют панели. Белые панели, они еще очень любят звездочки. Ну вот как на звездном небе. В туалете, правда, и звездочки серебристые, но мы смотрим на звездное небо. Все нормально. Роскошно. Да, также здесь вытяжка. Тянет прямо. Слушай, ну хорошо, да. Опять-таки, ты ее можешь закрыть-открыть, как тебе вздумается, и, собственно, пользоваться санузлом с комфортом. Теперь тогда настало время, наконец-то, пройти в хозяйскую часть второй. Нет, нет. Ты еще расскажешь. Подожди. Давай. Я хотела обратить внимание на встроенный шкаф. Я не знаю, что произошло в турецкой культуре, в турецкой истории, но турки отрицают существование прихожей. Ну, то есть, входная зона, где ты пришел, вот положил ключи, вот поставил в сумку. В большинстве своем такого здесь нет. Опять-таки. Они ходят в обуви или всегда снимают? По дому? Да. Они ходят без обуви? То есть, они приходят, заходят в свои обуви сюда и ставят ее в шкаф. Не совсем. Вот хотела сказать тебе про другое. Турки снимают обувь за пределами входной двери. Дальше. В подъезде стоит куча обуви. У многих стоят этажерочки, они ее аккуратненько складывают. Опять-таки, если в подъезде хранить чужая обувь, это нормально. А сколько здесь живу, не слышала ни одной истории, что кто-то... Кража кроссовок. Кража кроссовок или там какие-то ботинки, да, что бы то ни было. Я таких историй не слышала. Я не знаю, мне кажется, если я даже скажу турку, слушай, ты кому-то воровал чужую обувь в подъезде? Мне вот так покрутят, скажут, ты не вот такая, ты вот такая. Ну, знаешь, учитывая цены, которые, в принципе, в Турции как на одежду, так и на обувь, я думаю, у них, в принципе, такой потребности не особо возникает. Ну, если мы сейчас начнем это рассуждать, то мы идем в другую степь, потому что люди разные и все такое. В общем, давай отвлечемся и перейдем все-таки к квартире. Я хотела рассказать, что здесь есть небольшая входная зона и есть также встроенный шкаф. Похож на холодильник? Стильно, стильно. Ну, собственно, здесь висят куртки, сумки, сверху лежат коробки, перчатки, зонтики, все это можно складывать наверх. Ну, и внизу хранение обуви. Да, при этом всем оно идеально вписывается в общий интерьер, но является обособленной частью, не смешивающейся с кухней. Да, да, ну, то есть, во-первых, это все визуально эстетично, во-вторых, это эстетично в плане того, что этот шкаф не стоит вот тут. И ты, соответственно, чтобы дойти до кухни, вот так вот его огибаешь. Плюс здесь есть уголочек, собственно, об уголочке. Это видеодомофон. Который работает. Так, не буду клацать. Да, видеодомофон, конечно, который работает, то есть, тебе пришли друзья, тебе позвонили, ты можешь посмотреть, действительно ли это твой друг или тебе звонит незнакомец, ты, собственно, не хочешь его впускать. Отдельно в каждой турецкой квартире выведена система электричества. Поменять элементарно лампочку, то ты отключаешь только лампочку. Ну, не лампочку, только лампочку. То есть, прямо разведена электрика таким образом? Да, то есть, если тебе, соответственно, нужно отключить холодильник, ты отключаешь только холодильник. Ну, и опять-таки, здесь есть небольшая зона, в которую можно поставить тот самый столик, которого мне так не хватает в своей турецкой квартире. Непосредственно для того, чтобы просто ты пришел с работы, ты поставил сумку, положил ключи. И когда ты уходишь, ты берешь с собой сумку и ключи. Все классно. Я тебя приглашаю на второй этаж, пойдем? С удовольствием. Ого! Да, обратите внимание, что ступеньки здесь также из камня выполнены. Это позволяет им быть более долговременными. То есть, если мы говорим о деревянных ступеньках, бывает история, что со временем они начинают скрипеть. Да, и благодаря этому еще это все выглядит как-то более величественно. Обрати внимание на всю вот эту красоту. Морской пейзаж, балерина. Тут лошадки, да. Кони. На самом деле, квартира, где мы сейчас с тобой находимся, хозяйка художница. Это все ее работы. Опять-таки, если новый владелец этого классного дома, квартиры, захочет купить какую-то работу, то можно будет договориться. Потому что на заказ человек не рисует. Вот мы поднялись, и тут, в принципе, так просторно. Да. Пространство, в общем, не используется. Коридор свою функцию должен выполнять непосредственно соединение разных комнат. Здесь коридор со звездочкой, потому что сюда также умудрились вместить шкаф. Шкаф сюда уместили нынешние владельцы квартиры. То есть, если новый владелец квартиры захочет поставить полочки в эту нишу или складывать какие-то высокие длинные вещи, то, пожалуйста, место для этого есть, которое... Это не будет вот из разряда, что лежит там палка от лыжи прямо по центру. Как раз-таки это тот самый коридор, которого не хватало внизу, вот, для гостей. Коридор для гостей? Ну, для гостей, которые перемещаются... На туалетика? Нет, они перемещаются по помещению. То есть, они могут пойти в гостевой санузел, который там находится, и вот внизу. То есть, не только там сидеть на диване, но, например, поднимаясь наверх, пройти в одну из комнат. Да, на самом деле, касаемо гостей, турки очень гостеприимный народ. Они любят собираться с семьями, притом стоит отдельно упомянуть, что семьи у них довольно большие. В нашем понимании, семья мама, папа, там бабушка, дедушка, сестры, братья. У них это тети, дяди, там двоюродные братья, двоюродная тетя, муж моей двоюродной бабушки. И вот эта вот вся история, поэтому большие квартиры. Собственно, мы стоим возле санузла на втором этаже, и он здесь тоже не единственный. Здесь, несмотря на то, что квартира 2 плюс 1, и мы сейчас находимся в непосредственно той зоне 2. То есть, это две спальные зоны. Смотри, тут можно организовать постирочную. Да. То есть, это свободное пространство для того, чтобы, например, сушить вещи, поставить стиральную машину, сушильную машину. В то же время, какие-то средства бытовой химии, как я вижу, там уже находятся. Слушай, ну, касаемо масштабов данного пространства, я все равно чуть-чуть проговорю. Здесь, ну, то есть... Да, здесь больше, чем полтора метра. Здесь стоит за дверью стиральная машинка. Немножечко видно, что здесь стоят коробки, потому что люди планируют съезжать, они продают квартиру. Вопрос в том, что всего этого хватает. В одном туалете. Это не разбросано по всем комнатам. Это, блин, один туалет. И хватает для всех этих коробок. Опять-таки, здесь просторная душевая кабина. Мне еще кажется, что таким образом хозяева готовятся уже к тому, чтобы продать квартиру новым владельцам. Поэтому подготовили все коробки, вынесли их чуть поближе. Да. Потому что, как мы с тобой посмотрели, тут уже внизу много пространства. Но ты говорила, что есть еще что-то и наверху. Да. Помимо этих шкафов. Об этом поговорим. Да. Мы сейчас с тобой находимся в спальне. Называю ее родительская спальня. Мастер-бедром. Тяжело не заметить масштаб комнаты. Ну да. Здесь стоит три огромных шкафа. Можно три этих огромных шкафа убрать. Такой выступ. То есть, можно эту зону изолировать. Оставить проходную для туалета. И, соответственно, сделать... Два шкафа в нише. Да. Встраиваемую мебель. Либо вообще сделать проход в санузел в хозяйский через гардероб. Как-нибудь. Да. Так просто аркой отделить. И, соответственно, сделать здесь функциональные системы хранения. С корзиночками, с вешалками. Это будет выглядеть довольно эстетично. Опять-таки, это будет уместно. Это непосредственно отдельно изолированная спальня. И это туалет, которым будет пользоваться. Ну, в большинстве своем, понятно. Исключительно жители этой комнаты. Самая болезненная часть в туалете. Это водонагреватель. Нет. Все хорошо. Здесь есть в наличии красавчик. Да. И здесь вот этим водонагревателем нагревается вода непосредственно в одной душевой. Или она идет сразу ко всем? По-разному. В зависимости от разводки. У меня дома стоит водонагреватель в прихожей. И он соединен и с кухней, и с ванной. Ну, то есть непосредственно с душевой, со всеми кранами. Потому что дома у меня два санузла. И везде есть горячая вода. Потому что я знаю, что бывают еще и другие системы нагревания воды. Да, конечно. Это у нас проточный водонагреватель. То есть непосредственно он работает в то время, когда ты им пользуешься. Ты открыла воду, у тебя пошла горячая вода, он работает. Ты закрыла воду, у тебя он не работает. В большинстве в своем странах СНГ используют накопительные системы водонагревания. То есть это вот большой баллон на 8 от 80. Ну ладно, есть еще и малыши, конечно. В среднем это 80 литров, который вот висит над унитазом, занимает полкомнаты, пошли мыться и он закончился. Здесь такого нет. Греет, греет, греет. Ну, то есть если тебе нужно долго принять душ, ты принимаешь душ долго. Если после тебя идет человек, принимает душ долго, кто-то моет посуду, то это все возможно. Теперь я еще хотела сказать также про сам узел. Обрати внимание, что здесь угловые дверцы. За счет этого вода не будет выливаться. Да, и очень комфортно можно его убирать. Ну, ты, соответственно, ты открыла, моешь эту стенку. Закрыла, моешь эту стенку. Потому что когда ты открываешь только одну, ты льешь воду туда-сюда и что-то выливается. Здесь с этим комфортно. Собственно, порожек, который просиликонен и вода не выходит. Это здесь абсолютно нормальная история. Касаемо вытяжки. Вытяжка здесь включается отдельно. То есть тебе нужно убрать пар. После принятия горячего душа ты включаешь и уходишь по своим делам. Ну, по унитазу, да, он здесь расположен за дверью. Возможно, кто-то уже не раз получал полбу этой ручкой. Это чтобы ногой придерживать дверь, чтобы никто не зашел. Все-все продумано. Чего скрывать? Так, ну и мы переходим к самой интересной части, которую я вижу. Это огромная спальная зона. На самом деле кровать здесь потрясающая. Потому что, ну вот, она мне по бедру врать не станет. Ну да. Если бы тут еще лежал матрасик, то, возможно, мне бы уже приходилось, если бы я спал на такой кровати, использовать лестницу. Это для девочки, у которой была огорошена под матрасами. Здесь снова висит картина и хочется сказать, что, в принципе, все здесь выглядит очень аккуратно и продуманно. Слушай, у нее разные техники. Возможно. Я далеко не художник, поэтому я тебе не подскажу. Я вижу то, что тут можно установить телевизор. Это раз. Да, все верно. Здесь есть вывод под телевизор. То есть, соответственно, если вы любите лежать на кровати в обнимочку, смотреть сериалы или позалипать на каком-нибудь YouTube-шоу, то, пожалуйста, вопрос просто телевизора и его установки. А по поводу русскоязычного телевидения? В Турции есть такая возможность установки русскоязычного телевидения. Или, например, можно сделать YouTube, то есть как умный телевизор. На большинстве моделей турецких телевизоров есть на пульте кнопочка YouTube и Netflix. Ну, то есть можно сразу авторизироваться и просто нажимая кнопку приступать к сериалу на том моменте, на котором ты остановился. Здорово. Очень круто. Ну и очень большой вопрос у меня вызывает окно, потому что я вижу везде, во всей квартире только жалюзи. Тут нигде не повесили шторы, несмотря на то, что есть специально для этого крепление. Да. Безусловно, есть крепление от застройщика, скрытого монтажа. То есть, соответственно, если ты любишь текстиль, тебе нравится воздушная тюль, или ты хочешь повесить красные шторы, ну, ты всегда об этом мечтала. И вот ты купила квартиру, я вешаю красные шторы. Пожалуйста, все готово. Если мы говорим о шторах не как об эстетическом элементе, а непосредственно об элементе функционала, то есть закрывать свет. Римские шторы здесь повешены исключительно из эстетического соображения. Ну, просто чуть-чуть приглушить свет. Да, при этом есть, в Турции их называют панджур, это ролеты, которые в России используют в большинстве своем для магазинов. Но, блин, это такая штука. Здесь сдалась ночь. Если бы не светил фонарь. Да. Наглухо закрывает окно. Опять-таки, ролеты есть на всех окнах и балконах дверях в этой квартире. То есть, это не единственная комната, где я тебе решила похвастаться. Нет, такое есть везде. Ну, собственно, легким движением. Раз. И обратно у нас день. Говорят, что эти штуки еще нужны для того, чтобы защищаться от землетрясения. Давай потом этот вопрос изучим и расскажем отдельно об этом. Но если кто-то об этом знает, пишите в комментариях. Пожалуйста, пишите, а не если кто-то знает, потому что у меня слишком много вопросов, слишком мало ответов. Давай пройдем через невероятный балкон. На первом балконе есть изюминка. На этом балконе еще больше изюма. Да. Ну, во-первых, это его масштаб. Ну, да. Балкон соединяет здесь две жилые комнаты. Таким образом, на втором этаже это может стать общим местом. То есть, поставить сюда стульчик в столике и комфортно проводить время с семьей. Наблюдая за морем. Да. И горами. Кусочек моря. На самом деле, вид здесь настолько классный, что на что бы вы не любили смотреть с балкона, есть все. Есть люди, которым нравится городская среда. Да, пожалуйста, мы смотрим на маленькие прекрасные домики, которые нарисованы. Они как будто просто сделаны в конструкторах. Я их называю не так. Я их называю домики Барби, кукольные домики. Да. Вот это вот. Именно так лего, может быть. Да. То есть, оно не похоже на настоящее. Раз мы тут оказались, давай сразу тогда еще обсудим, что тут есть рядом, поблизости, поскольку написано странное слово колледжи. Да, все верно. Это колледж Едебелим. Это сеть по Турции. Мы с вами видим филиал, который находится в Газипаше. Опять-таки, стоит понимать, что колледж это не про среднее образование, это непосредственно про дошкольное и школьное образование. То есть, здесь есть садик, начальная школа и средняя школа. То есть, если это не государственное учреждение, значит оно платное. Да, все верно. Сколько, например, стоит отправить ребенка в сад? 2 950 в лирах. В лирах. То есть, округляем 3000 лир. Ребенок у вас ходит в частное учреждение. Да, там все общаются на турецком, но опять-таки, приезжая русскоговорящие люди, предпочитают давать своих детей в частные сады и школы. И, в принципе, сколько клиентов у меня водит детей в сады, школы, в разные классы. Я не слышала ни одной истории, где были бы только турецкие дети, и вот их один бедный малыш, исключительно русский ребенок. Нет, всегда есть с кем поговорить. Недавно мне клиентка рассказывала историю, забирает, говорит, дочку со школы, это первый класс. Дочка иногда приходила, там пару новых турецких словечек, родители, давай гуглить, что сказала. Потом они выходят и бежит мальчик. Амелия, пока-пока, увидимся завтра. Они раз, а мальчик, ну, турчонок, малыш. Ну, короче, девочка там всех начала уже русскому учить. Вобратно все пошло. Хотела сказать отдельно, что это действительно очень классное пространство для ребенка. Видишь, там находится баскетбольная площадка, футбольная площадка. Во-первых, охрана, ты там не можешь просто зайти, видеонаблюдение. Плюс есть отдельно, как лабиринты, шахматы. Даже нарисованные сразу классики, да, чтобы не стерлись. Детская площадка небольшая и вот видишь синенькая среди трех деревьев. Это бассейн. Вау. Пока он наполовину слит, потому что сейчас для турков это вообще зима. Это зима, зима. То есть мы чуть-чуть не ушанку носят. Нам жарко. Я с тобой согласна. Я тоже такой зимы в своей жизни не видела и очень ей радуюсь. Но вот для турков это зима. Поэтому бассейны сейчас не используют. Опять-таки бассейн находится в детском учреждении. И разумеется, что его не используют. Лучше уж так, чем дети будут болеть. Я знаю то, что тут планируется детская площадка. Вон там вот есть небольшой уголочек. Проект в городской администрации. Это планируется детская общественная площадка. Большая. Ну и так уж получилось, что находится прямо под окнами этой квартиры. Это обалденно. На самом деле здесь обалденно все. Как я уже говорила, здесь есть вид городской структуры. Ну то есть нравится вам смотреть на домики? Смотрите на домики. Здесь есть горы. Это прекрасно. Небольшой кусочек моря. Да, он небольшой. Но когда у тебя квартира на среде моря с видом на море, это супер. Пусть даже и маленький. Это супер. Но еще круче то, о чем просто везде говорят. Это то, что прямо отсюда видно. И я так понимаю, то, что он в шаговой доступности. Будущий тропический парк. Тропический парк уже делают. Срок его сдачи не больше года. Не могут сказать точную цифру, потому что могут быть нюансы. Плюс это растение. Все равно нужно время на их адаптацию. Вот там вот сейчас как раз ездит трактор, стоит грузовичок, ведутся работы по тому, чтобы новый хозяин квартиры мог лицезреть невероятную красоту со своего балкона. Газипаша будет одним из самых лучших направлений, в котором будет сочетаться все, как отдых на море, так и какие-нибудь походы в горы, походы за историей, за архитектурой древности. В том числе жизнь с детьми, их воспитание, их обучение и прогулки. Я могу еще много добавить. Да, я с тобой согласна. Опять-таки, не стоит забывать, что здесь есть международный аэропорт. Очень важный стратегический моментик. Вот, собственно, строить стоянку для яхт. В Тане мы с тобой поговорим в другой раз, пока я тебе просто дам интересную пищу для размышлений. Касаемо местоположения, где мы сейчас находимся, в пешей доступности 7 разных магазинов, супермаркетов. То есть, если тебе нравится именно Мигрос, тебе не нравится там Би-Миль, тебе нравится А101, не более 10 минут до каждого, и ты, собственно, в магазине. Центральный пляж находится в той стороне пешей доступности, но по вот этой вот дороге есть велосипедная дорожка. Можно спокойно пересесть с 4 колес или с 2 ног на 2 колеса. Это и для здоровья полезно, и для фигуры, и сокращает время путешествия. Особенно приезжая в такое место, как Турция, тут на самом деле на машине-то передвигаться не хочется в черте города. Да, опять же, в черте какого города? В Стамбуле? Без машины? Ой, как тяжко. О, Газипаша. Да, Газипаша – это отдельно такой небольшой филиальчик Турции. Да, это отдельная часть Турции. Этот балкон заключает в себе несколько изюминок. Что, если мы перейдем к ним? Давай. Да, самое время. Форма балкона – прямоугольник, что довольно понятно и просто при расстановке мебели. Здесь также есть розетка. Также здесь есть освещение, краник и слив, дабы убирать балкон. Ну, как ты думаешь, что есть предположение, что это? Если бы я была бы где-нибудь в Сочи парке, я бы сказала, что там должны располагаться кондиционеры. Нет, это не электрощитовая. Открывай. Это просто кладовка? Верно, это еще одна кладовка. И, как я понимаю, тут их две. Да, все верно, есть с этой стороны и с той стороны. Ну, то есть, если, опять-таки, в доме дети, это какие-то велосипеды, из которых выросли самокаты. Мало ли что, вообще, в принципе, у людей может быть, там, чемоданы. Ну, не нравится им эта тумба. Ну, и выкидывать жалко, и вроде как бы не хочется. Полезное пространство. Два, плюс, опять-таки, для бытовых нужд есть кладовая снизу, и это как раз не пересекается. Отдельный плюс в том, что эти кладовые находятся непосредственно в квартире. Ну, то есть, есть такое понятие, как депо в Турции, это когда кладовая находится в доме, а здесь кладовая находится в квартире. Не нужно спускаться, куда-то идти. Как бы ты ни выглядел, в чем бы ты ни был, ты можешь подойти, открыть дверь и взять нужную тебе вещь в этот момент. Ну, здесь тоже все заставлено, вот, но все очень и очень вместительно. Да, отдельно хочется сказать, уж сколько там всего стоит. И мне не терпится посмотреть еще одну комнату. Да, пойдем. Гостиная? Смотря, как посмотреть. Вообще, я так предполагаю, что она могла бы быть детской или кабинетом. Да, да хоть спортзалом. Вопрос в том, что мы с тобой находимся в квартире по планировке 2 плюс 1. Это один салон и две спальни. Здесь очень удачно выполнена планировка таким образом, что спальня находится исключительно сверху. То есть, есть разделение, гостевая зона, зона для проживания. Как мы с тобой уже смотрели, есть одна спальня. В этом доме живет семья, двое взрослых людей, ребенок у них уже вырос, живет отдельно. Соответственно, эта комната используется как гостевая. Диван, на котором мы сейчас с тобой сидим, он, кстати, очень классный. Легким движением руки этот классный диван. Да, да. Он становится полноценной двуспальной кроватью. Если говорить о том, что это гостевая зона, опять-таки, здесь есть все необходимое. Здесь есть климат-система, здесь есть телевизор. В доме, разумеется, есть хороший Wi-Fi. Я знаю то, что от застройщика обычно квартиры сразу сдаются с ремонтом. Но что делать, если собственников не устраивает то, где у них расположены розетки, или, предположим, им необходим дополнительный вывод под кондиционер или что-то такое? Слушай, ну отдельно здесь хочется немножечко сказать благодарность турецким застройщикам, потому что здесь все довольно спланировано. Если ты покупаешь квартиру и в ней нет кондиционера, то там уже есть прорубленное отверстие на улицу, на которое ставится заглушка. То есть, если ты хочешь в один момент поставить кондиционер, тебе не нужно штробить стены, тебе не нужно разгонять пыль, тебе просто нужно купить кондиционер, вызвать бригаду, тебе его установят за полчаса, как это было у меня. Если мы с тобой говорим о проведении электричества, то есть выводе дополнительных розеток, то опять-таки, где я тут? А, обрати внимание, здесь есть огромное количество заглушек. То есть, здесь есть, здесь есть, здесь все. Да, то есть, это непосредственно провода, которые уже мастер сможет вытащить и провести в необходимое место розетку. Я не мастер, на дальнейшие вопросы мои ответы будут некомпетентны, касаемо электричества, да. Но вот, касаемо процесса, все это происходит именно так. Ну, это невероятно здорово, продуманно и очень классно то, что она именно в таком формате. Я побежала ловить петуха, а квартира выставлена на продажу. Если вы хотите ее купить, звоните и пишите мне. Дарья Сорокина, ваш риэлтор у моря.